Вопрос. Я приняла ислам три года тому назад, хвала Аллаху. Год назад я вышла замуж. Сама я из Малайзии и учусь в Америке. Мой муж иностранец, который проживает в Малайзии. До того, как принять ислам, я согласилась на учебу за границей и не могу оставить ее, пока не закончу. Мой муж не может поехать со мной, так как ему отказали в визе. В начале моя поездка в Америку была переселением, так как мои родители были против того, чтобы я стала мусульманкой. Они морально меня мучили, пока я жила с ними. После замужества у меня появился Махрам, и я знаю, что не могу путешествовать без него. Но мои родители до сих пор в гневе на меня и могут сделать что-нибудь для того, чтобы вернуть меня на прежний путь. Также они вполне могут убить. Мой муж учится в Малайзии, но они до сих пор не знают его, поэтому он в безопасности. Они не могут поехать со мной, так как это очень дорого, поэтому я в безопасности. Если я вернусь сейчас, то они очень легко могут задержать меня и моего мужа. У меня остался последний учебный год, чтобы завершить обучение, и у меня есть надежда, что когда моя учеба завершится, они исправят свое отношение. Мой вопрос. Позволяют ли все эти причины поехать мне учиться без мужа? Ответ. Хвала Аллаху. Вся хвала Аллаху. Просим Аллаха укрепить вас в религии и уберечь вас от неприятностей и искушений, как явных, так и скрытых. Просим Аллаха о том, чтобы он привел ваших родителей к исламу так же, как привел и вас. Да, женщина не может путешествовать без Махрама, близкого родственника мужчины, за которого женщина никогда не может выйти замуж. Этому уже приводилось достаточно доказательств. Однако, если у женщины есть острая необходимость и вынужденность выйти в путь без Махрама, то крайняя необходимость делает запретное дозволенным. Несомненно, что сохранение религии есть одна из пяти крайне необходимых вещей. Более того, сохранение религии важнейшее и высшее из них. Ради этой цели не щадят своих душ, и любая жертва кажется ничтожной. Путешествие женщины без Махрама запрещено не само по себе, а потому что является путем к совершению запретного и путем к искушению. Все, что запрещено по этой причине, может стать дозволенным из-за острой нужды, необходимости и очевидной пользы. Шейху-ли-Слям ибн-Таймия, да помилует его Аллах, сказал. Основа в этих вопросах такова. Все, что является причиной к совершению запретного, считается запретным. Необходимо удалить любой повод или средство, ведущее к совершению греха или безнравственности, если только этому не противостоит очевидная польза. Ибн-Уль-Каим, да помилует его Аллах, сказал. Запрещается оставаться наедине с чужой женщиной, путешествовать с ней и смотреть на нее без необходимости. Это делается ради закрытия путей к запретному и прикрытия повода к греху. Поэтому, если женщине необходимо уехать ради сохранения своей религии и из-за боязни за себя, в случае, если она останется, то ей это дозволено. Даже если у нее не будет махрама, так как этим она удаляет больший вред. Ученые сообщили о дозволенности путешествия женщиной без махрама, если в этом есть необходимость. Особенно, если она вынуждена уехать ради сохранения религии и из боязни совершить грех и поддаться искушению. Ибн-Кудама, да помилует его Аллах, сказал. Путешествие пленницы, которое освободилось из рук неверующих, есть необходимость. Этот случай нельзя сравнивать со случаем, когда есть выбор. Поэтому она выходит в путь одна. Ибн-Хаджар, да помилует его Аллах, сказал. Аль-Багауи сказал. Ученые не разногласили о запрете путешествия женщиной без мужа или махрама в необязательном путешествии, если только это не случай, когда неверующая стала мусульманкой в стране, которая принимает участие в войне против мусульман и ислама, или когда пленница освободилась из плена. Некоторые добавили. Или если женщина оторвалась от сопровождающих, ее нашел мужчина, заслуживающий доверия. В этом случае ему дозволено сопровождать ее, пока она не воссоединится со своими сопровождающими. Аль-Науи, да помилует его Аллах, сказал. Аль-Кады, сказал. Все ученые выразили единодушное мнение, что женщина не может выходить в путь для других, кроме паломничества целей, без махрама, если только это не случай переселения из страны, воюющей против ислама и мусульман. Они также единодушны в том, что она может переселиться в страну мусульман, даже если у нее нет махрама. Потому что оставаться в стране неверующих, если она не может открыто придерживаться своей религии и боиться за себя и свою религию, ей запрещено. Основываясь на вышесказанном, ваше путешествие и проживание вне дома до окончания учебы без махрама не будет грехом, даже если вы будете проживать в немусульманском государстве, пока пребывание в нем для вас безопаснее, чем в вашей стране, и вы не боитесь в нем за себя и свою религию. Однако наряду со всем этим, ваш муж должен постараться приехать к вам и проживать вместе с вами, даже если это приведет к дополнительным затратам. Также, если вы можете помочь ему в этом, предоставив некоторые дополнительные официальные документы или материально помочь, то сделайте это. Аллаху ведомо лучше.